приветик всем домашний приветик все приготовила для того чтобы делать маску из нового продукта вот все приготовила ну что только перед началом пока еще дальше готовлю вот так чуть-чуть с вами еще поговорим не знаю показывала ли я вам вот вот этот халатик свой это мой самый первый халатик вообще даже как я его сшила я еще тогда не шить толком ничего самый первый свой халатик на запахе сшила без выкройки вот как-то без какой-то приложила свою футболочку что-то приложила как-то вот просто по найти на запахе а потом когда уже вот может быть год назад я вам показывала когда я хотела сшить ночнушку и к ней такой же халатик я все сделала поставила перед собой компьютер все сделала как девочка там показывала и помните получилось что у меня запах не получился здесь было очень сильно открыто но в общем а это вот даже не знаю как я это как этот халатик сшила не знаю обожаю его люблю его не могу один из моих любимых но это вот самый первый который ну наверное вообще никаких правил как его сшила не знаю и запах такой прекрасный получился и крылышки как-то сюда вставила не знаю вот так вот как-то делается ставите наталья спрашивает раза на позитивчик вы наш дай бог вам здоровья а что писать в этих открытках просто свои желания на следующий год ну вот наталья наверное они в прошлом году знак нам с нами еще не было да какие-то желания какие-то свои мечты вот так покупаешь открыточку что-то туда пишешь но она как-то так пишется не сразу что ты сделал и все 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 написал вот уже с октября что-то дописываешь вписываешь вписываешь а потом уже убрал этот конвертик и на следующий год многие написали что мы с семьей написали на следующий год и будет будем открывать еще не знаем что исполнилось и что не исполнилось ну кто-то еще спросил розанна ну что ж вы про мишку сказали что вы мишку купили а что мишку купили а показать мишку не показали ну вот сейчас вот вам его покажу сейчас я одену микрофончики вот он этот мишка вот такой брелочек ну как можно было его не купить я думала на шарфике у него написано кан а у него здесь вот написано канада на животике такой вот шарфик я его еще даже не отрезала вот это тоже отрезать надо ну как можно было посмотрите на этот хвостик но посмотрите на эти глазки ну такой милый так улыбается вот этот мишка повешу его на куда-то на свою сумочку и он там будет очень-очень хорошо хорошенький просто вот этот мишка ну что будем готовиться к а нет еще хотела на пару вопросов я видите сняла уже лак немножко положила treatment сделать ну вот это свое лечение и сейчас хочу сделать новую маску эта маска из глины маска из глины купила зеленая глина вы себе не представляете это когда-то давно забыла про него тут я зашла в магазин французский и наткнулась его увидела и вспомнила он очень сильно этот этот не он а эта маска она очень сильно стягивает вы знаете прям натягивает натягивает вот у кого есть поры вообще великолепно у кого есть поры а у кого даже если это вот не поры а для того чтобы она как-то прям знаете вот подтягивает подтягивает вот иногда знаете сделаешь из белка яичный белок он прям стягивает очень сильно но я вот не люблю таких из живых продуктов делать я не люблю там огуречную помидоры клубнику там или что кто 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 что яйцо что-то я это не очень люблю я даже из меда не очень люблю как-то лип ну вот так а эта масочка очень сильно поэтому я ее оставлю прям вот прям совсем совсем сделать ее потому что потом разговаривать не можешь она вот так все подтягивает 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 просто тебе прям так хорошо и ты уже не сможешь разговаривать поэтому сейчас так немножечко с вами что-то и сделаю маску и пойду меня сегодня домашняя спа это будут руки и ноги и маски и сказки мазаться великолепно всем спасибо большое за такие чудесные комментарии фото фото пушкин такой ник пишет розаночка я так рада что вселенная свела нас смотрю на вас вы такая родная легкая позитивная все ваши наряды мне очень нравятся а кстати сейчас про наряд расскажу я ходил ездила сегодня вы в них такая хорошенькая просто прелесть а как вы рассказываете о планетах хочется слушать и слушать и на душе становится так светло спасибо моя хорошая спасибо вам большое за такие добрые слова но ходила я сегодня хотела думаю пойду куплю этот себе вот наряд но такая почему-то так в голове думала возьму вот этот серый он знаете такой серый очень благородный серый вот какой-то такой хорош хорошо мышиный какой-то не темный не светлый такой серый насыщенный такой приятный как то я так шла думала вот знаете как седина даже с каким-то вот немножко есть какой-то вот оттенок немножко серо-платиновый вот такая вот такой вот серый роскошный был ну и душло такая впечатляет с таким воодушевлением что я обязательно обязательно я сейчас пойду я этот наряд куплю о котором я вам вчера говорила платье а к нему такая длинная жилетка такого же размера как такого же такой же длины как платье ну просто такая же леточка надевается из это из этой же ткани трикотаж такой плотненький трикотаж цель накроенный рукав здесь под горлышко нету не так горлышко так чуть-чуть под горлышко и я вам говорила два вот таких колечко впереди и сзади и через них продет пояс и просто завяжешь себе и ты будешь на любую женщину там никаких форм она так вот какой то вот так прямое и так подвязаться и все и но я прихожу увидела осталось два цвета бежевый вот такой тоже очень благородный такой мягкий вот как мишки у это вот как мишка этот вот такой вот цвет такой приятный этот он прям знаете трикотаж такого качества как будто это велюр вот хороший такой трикотаж прям вот как будто я же говорю вот я его трогала и прям вот он как обнимает прям как будто как велюров велюровый вот не вельвета велюровый такой какой-то но это трикотаж и вот остался такой вот бежевый мы тоже мне очень красиво и остался черный серого нет ну и думаю черный точно нет а вот этот бежевый хорошо я пошла померить я пошла померить и что вы думаете было очень и очень удивлена вот этот цельнокроеный рукав просто мне вот здесь возле талии здесь такой знаете зеркало здесь такой знаете проваленный как-то я уже я знаете этот кровь знаю вот когда ты делаешь цельнокроенный рукав и ты когда его кроешь вот так плечики вот они у тебя будут такие знаете как скошенные это у кого плечи по пошире вот прям я уже знаю как кроить когда вот плечи плечо пошире и ты к крыш вот так и она прям знаете тебе половина твоих вот этих плеч убирает у меня плечи маленькие и она вот такой вот именно сделано вот так скошена я на на дело у меня во первых как-то пройма вот сюда прям где-то аж на талии рука здесь пройма здесь настолько некрасиво вот это место села и я тоже этот край знаю я же его постоянно краю цельнокроеный я знаю как его вывести прям вот он цельнокроеный а я его выведу выведу прям вот сюда к подмышке и потом один потом делаю цельнокроеный и у меня он прям как влитой получается я эту просто знаю я так как я это себе делаю здесь получается пройма у меня провалилась вот сюда почти к талии плечи мне скосились рукав вот такой длинные просто пальцы закрывает но это ладно можно подвернуть следующий вариант эти петли вот вот эти вот здесь вот такие кольца которые через которые продет пояс вот здесь кольца который продет пояс они вот здесь оказались как то вот понимаете пройма вот здесь эти кольца вот здесь я значит начала бы так натягивать натягивать ну вот так что-то тут подняла как-то тут вот так его завязала и вот тут получилось много тут настолько несуразно на мне из подмышки много вот отсюда пришлось много и вот я стою ну просто вообще я себе думаю да вот как нам по я не мастер я нишни не портной я но я вижу что здесь руки нет мастера здесь нет масть руки мастера я ей говорю а у тебя есть другой размер какой думаю какой-то размер я взяла ну а ну мне просто не она говорит это one size это ну для всех один один размер для всех то есть но он действительно она этот комплект это вот платье она на она на любую фигуру там нет ни талии там нигде нет ни вытачки чего она говорит это one size это но но один сайт на всех она и по форме так я знаю одной по форме на любую фигуру потому что нигде ничего не вы не выделены вытачки нигде не 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 здесь вытачек не впереди не сзади не на грудных вытачек ну ничего конечно но в принципе вот и я вижу она во первых нет руки мастера абсолютно нет во вторых либо повыше женщина должна быть но я не маленькая метр шестьдесят семь это не не маленький рост это я не высокая но метр шестьдесят семь это абсолютно плюс-минус такой средний рост либо женщина должна наверное быть повыше метр наверное семьдесят пять семьдесят два вот такая вот и она должна быть покрупнее женщина потому что она вот этот поясок ничего не внутри трикотаж сам по себе плотный поэтому я когда подвязалась вот тут плотного этого трикотажа тут много мне вылезло это здесь много и здесь и она же плотная вообще не села вообще не села она мне говорит вы можете мадам мол говорит есть еще к нему один поезд и вариант такой вы можете эти два кольца здесь завязать и тут два кольца завязать я говорю хорошо давай попробуем давай попробуем но это вообще было это просто вообще было смех смех нам вообще я стояла бочка бочкой не с фигурой не не стали они здесь завязалась так у меня здесь из подмышки вот это вот цельнокроенный рукав пройма и здесь вот это так что ходила смотрела нет не понравилось он не это платье этот комплект на меня не сел просто-напросто да вы знаете раньше я покупала раньше я покупала и мне всегда говорили а где ты одеваешься где ты одеваешься говорю как где я в тех же магазинах что и вы говорит как это с этого много как все я никогда так как-то я одевалась и сейчас когда я сама стала шить я теперь понимаю что очень непросто подобрать оказывает как я подбирала я не знаю у меня такой роскошный был гардероб всегда у меня такие роскошные были вещи они даже не столько во первых они были и по финансам они были достаточно не такие прям но достаточно они были и по по фасоном я не знаю всегда находила вещи хорошие сейчас вот такая вот такой когда стала сама шить я теперь понимаю я понимаю как мне очень хорошо я думаю любому подойдет вот этот вот подобрать здесь у себя вот здесь или потому что уже вот с возрастом когда вот ты будут но на тебе все болтается ты как-то вот какой-то как раз хлябанный когда она на тебе немножечко собрано ты как-то собранный вот но я не знаю как это сказать но вот факт то что вот надела платье и вот такое вот дело но я там была в этом магазине это магазин у нас есть специальный такой шоппинг-центр где только только брендовые вещи только брендовые вещи он пятиэтажный огромный но там и обувь и сумки и и вещи и в духе и все 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 но все брендовая вот там я была я всегда там покупала и я всегда ходила и все кто меня здесь знает те кто меня слушает знает какие я покупал я ходила я покупала и я в теме была в курсе было что какие какие коллекции поступают то есть были виды я знаю это не то что я знаете и растерялась увидела не знаю что купить я прекрасно вижу знаю и на сегодня хожу и смотрю я вижу какое какие коллекции приходят ну и что посмотрела думаю ну ладно не подошла эта покупка не она на меня посмотрела она говорит да действительно мадам вообще это не ваша тема вообще не не подходит к вам но я пошла посмотрела сумки вы себе не представить и ну вот там нельзя снимать было там нельзя мне сразу сделали замечание когда зашла в магазине не замечание меня попросили не снимать не делать съемку и все я положила телефон и я не пыталась больше я посмотрела сумки смех просто смех вы себе не представляете все сумки сделаны из вот как пуховики делают вот такие вот из пух как из пуховиков сделаны эти сумки такие знаете прям просто как пол чемодана большину они конечно легкие такие объемные я их я так смотрю думаю какие 800 долларов какие полторы тысячи какие две двести тысячи я на это смотрю думаю я ну я я серьезно без преувеличения я могу красивее сшить во первых я идея у меня на сумке это что-то мне такие идеи я светом божий они даже не отличат что это как какие я могу сейчас делать сумки все тряпочные из даже вы знаете вот как типа каракуль ну искусственный типа каракуль у нас когда-то в детстве у нас сестрой были одинаковые две шутки нам родители привезли каракулевые я в ней спать легла мама ругается снимая снимая а папа говорит та жизнь доченька хочешь и в ней лечь я говорю да мне так нравится они нам привезли мне было года три три четыре пять наверное приведи она длинная они конечно на вырос привезли нам мне и сестре все трипы поверили поверили я хочу в ней конечно лечь спать папа говорит на 6 на жизнь мама снимай снимай папа ложе и сложить в общем вот какие-то такие сумки как типа из каракулян такого искусственного и даже вы знаете даже не скажу что качественно а я теперь вижу как ручки неправильно сделано потому что ручки тоже из каракуля и сделаны тоже из тряпки из этой эти ручки она какая-то вся знаете проваленная я так смотрю думал я сто раз лучше могу сделать ну сумок да видимо сейчас в теме сумки именно из ткани из ткани из каких-то искусственного меха из какого-то вот как такой знаете как букле ткань букле или вот как каракуль вот такое так что насмотрелась там этих сумок думаю я такая мастерица себе сто раз прекрасно сделаю сумку ну ладно будем сейчас показала вам мишку все сейчас сделаем сделаем кто хочет со мной кто хочет делайте из солью с алоэ солью там кто с чем а а я вот хочу сделать из этого показывала тоже я вам этот ободок как я его да да по моему показывала сейчас я хочу сделать из глины кто со мной делаем вместе так что покупки никакой не было у меня сегодня но я так разочаровалась в сумках думаю ой я такие сумки могу сделать что что вы сто раз лучше принципе я на камеру могу делать нет особо макияжа никакого я ходила честно сказать даже без макияжа сейчас вам покажу есть чуть-чуть кто со мной масочку делаете пишите из чего вы делаете масочку ой знаете я раньше любила вот я не люблю делать из продуктов но только только знаете из чего делаю иногда когда когда зима и когда в квартире у меня в квартире очень тепло для для канадской зимы очень жарко но тепло комфортно и от этого такая сухость есть поэтому вот иногда делаю знаете если солью делаю то делаю на сметане просто из-за того что сухо чтобы чуть-чуть попитать на сметане на кефире такая штучка хорошенькая больше ничего нет у меня немного было косметики светлана пишет роза на хорошо что нами на напомнили про открыточку я хочу вас поддержать пишет светлана когда ничего не хочется это значит человек в уныние у меня раз так было мне не понравилось такое чувство что я стала искать как себя надо себя слушать когда ничего не хочу это тревожный симптом конечно 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 я вам рассказывала когда у меня было что я иду в магазин а ничего не вижу ничего купить себе не могу а тоже был такой период знаете я смотрю и а ничего не вижу нас там пригласили куда-то с мужем в гости на новоселье киртам к его этому управляющему пригласили нас на новоселье на новоселье я уже на что-то не помню пришел говорит так и так и ограничения не пойду идти сам говорю я не пойду новоселье не не до новоселья в тот период было но он говорит ладно ну пошел там говорит этому своему начальнику я говорит буду один моя жена не придет говорит нет ты не можешь прийти один это не если ты семейный человек ты не можешь прийти на гулянку один только с женой приходим и вот он пришел и говорит вот так и так пойдем пойдем я говорю мне нечего ну как всегда при мне нечего одеть ну ладно он говорит ладно поехали найдем тебе наряд и вот я иду по магазинам и с ним идем а я куда не посмотрю ничего не радовало ну вот такой был период был такой период и и ну была на это причина конечно же ничего не ничего не вижу ничего не вижу но и там зашли в какой-то магазин платье было в двух или в трех цветах вот какое-то платье было и оно было в двух цветах одного цвета и другого такого шоколадного и по-моему серо-черного на что-то двух цветах она была ну я вроде как на это платья на одно пошла померила он так посмотрел говорит но тебе нравится игры не знаю говорит но ты хочешь его ловлю можно обязательно так безразлично вроде так ничего сидит ну вот мы его взяли мы его взяли поехали это поехали уже уехали давно далеко с этого магазина и вдруг муж прям посередине дороги так резко разворачивается я говорю что такое кутку ты куда что случилось говорит подожди приезжаем в этот магазин он второе платит другой расцветки берет я в машине даже осталось приносит мне в машину и говорит ну если тебе хоть что-то понравилось пусть у тебя будет рад в двух цветах представляете так что я по не знаю что такое когда когда хочет когда хоть вот это желание когда что-то хочется это такое счастье это такой подарок потому что бывают периоды в жизни когда не мне не хочется и такое и я тем более все этот период затягивается вообще очень аккуратно с этим делом надо так что светлана конечно моя хорошая если человека тогда себя слушать и очень пестовать вот это вот что тебе не обязательно покупать само то что тебе хочется это уже хорошо оленька привет моя хорошая оленька видова привет моя хорошая я видела вы мне писали про на прошлом это вы мне писали другая фотография тоже хорошенькая была и сейчас тоже хорошенькая приветик светлана беленькая приветик моя хорошая спасибо большое за добрые слова спасибо за цветочки спасибо за мягкие такие комментарии доброжелательные обнимаю всех всем спасибо девочки вот л и пишет дорогая розаночка вы такая милая прям настроение поднимаете спасибо а я представляете почитаю такие комментарии конечно у меня тоже настроение поднимается это только это взаимно елена горбачева везде мне хорошая пишет леночка моя хорошая везде мне на всех каналах розаночка здравствуйте дорогая как приятно вас видеть и слышать мы вас любим спасибо моя хорошая спасибо большое илона приветик приветик моя хорошая и на спасибо большое галина спасибо большое ну всем девочки все мои хорошие спасибо спасибо вам за такие добрые комментарии вот наталья моя хорошая кривенко пишет наталья из киева да сейчас я посмотрю я так помню вы мне писали вы пишете да да милая розаночка правильно вы говорите что надо верить в чудеса и ждать их мой вот мой почти 20-летний сын который вообще не прислушивается к моим словам и советам это нормально я что в 20 лет маму слушал вы думаете меня слышали слушаю дети как когда им было по 20 лет конечно нет так что это нормально к моим словам и советам хоть хоть я уже около шести лет осваиваю профессию кормолога и очень много всего знаю а это ваша фраза сегодня со мной произойдет чудо просто стало его девизом это уже само по себе чудо зная моего сына иногда он даже мне эту фразу напоминает если я вдруг в чем-то не уверена а уж сколько меня благодарят подружки и знакомые за эту фразу говорят и правда работает каким-то волшебным образом спасибо вам за это огромное я каждый день жду чудо умница моя каждый день уже ты проснулся уже слава богу чудо уже чудо день пошел день настал ты в этом дне присутствуешь это такое чудо я почему еще надо ждать чудо это и оно происходит каждый день почему потому что моим еще раз говорю мой муж вообще без никаких признаков мужчин молодой мужчина который в жизни не выкурил ни одну сигарету который был чемпионом по водному полу можете себе представить какая это была грудная клетка большой крупный здоровый молодой он его не стало до 15 минут 15 минут назад мы разговариваем и через 15 минут его не стало он он даже вообще не понял что что он ушел жизни поэтому конечно понимаете ты проснулся это ты в жизни это уже какое чудо это твой уже след твой день опять настал завтра опять твой этот день настал это чудо просто чудо так еще день такие приносит эмоции хорошие что вы а если даже и не хорошие эмоции ой все это всем там какие-то все вообще до кофточки но если какие-то не серьезные такие приносит то тем более когда у тебя есть база и основа и эти серьезные все решается все решается но наталья умница умница я с вами поддерживаю всей душой всем сердцем и ваш мальчик посмотрите такую тетю взрослую слушать еще что-то что-то услышать и применять ну браво браво у вас очень хороший сын гордость мамина оленька пишет раздана замечательное видео моя бабушка в 96 лет мне говорил это какую кофточку как у тебя я обязательно себе куплю и улыбалась конечно держим строй на вашу бабушку просто браво в 96 лет надо такую кофточку как у внучки представить какая бабушка умница девочки ну вот начинаю начинаю видите какая красота какая роскошная маску глина это глина сейчас буду заканчивать просто она быстро очень начинает работать и я это не смогу говорить потому что стягивает очень сильно вот оленька пишет оля вели таро я из украины у нас война ракеты взрываются розаной вы как лучик в темном царстве потому как упаднические мысли все время рядом но у меня после просмотра от очередного вашего видео улыбка на лице и симпатия к вам вы вдохновляете пусть на некоторое время это очень очень важно умница моя умница моя в такой ситуации вы смотрите знаете по себе я еще раз говорю только свой опыт я очень много в жизни пережила поверьте мне без войны я пережила много как мать я пережила очень очень много и самое ценное то что и в вашей в вашем случае в моем случае что я ни на секунду не выпало из жизни я знала что ты тут только только попробуй только попробуй ты потом себя не соберешь поэтому конечно конечно и смотрите видео и смотрите только положительные видео и зарядку как только очень сильно неприятно зарядку установите сделать да этот и только это спасет поверьте а меня с мужем случилось я зарядку не на один день с мамой случилось я зарядку не на один день не оставила у меня соседка зашла там мамина соседка зашла ко мне и а мама была еще в больнице она не сразу ушла из жизни она еще в больнице было немножко и она зашла на она постучалась я говорю открыто что открыто все было люди заходили говорю открыто я стою зарядку делала на мне говорит какая вы умница вы руки тяните к небу они к низу какая вы умница а соседки тоже но у нее соседка была и мама на 11 лет младше так мама мне говорила но если маме 95 ей 84 она говорила ты что она молодая ей всего 84 года молодая совсем да так что вот ее соседка мне говорила розы грозаночка какая вы умница что вы руки вверх к небу они к земле так что девочки держим держим стержень силу духа любушка барой его что мне написала ой любушка написала что я и приснилась что я ей аккомпанировала люба очень талантливая люба очень красивая талантливая и я на за ней смотрю на instagram и любушка писала пишет мне розана приветик вы не поверите как посмотрела ваш этот ролик снова уснула утром и вижу во сне вы сидите за фортепиано и аккомпанируете сама себе вы исполнили там красивую французскую песню судьба я запомнила эту мелодию проснулась быстро загуглила и нашла эту песню вы не представляете я решила включить ее в свой репертуар вот эта судьба розаночка вы такая красивая и песня очень красивая сейчас я дальше почитаю спасибо вам вы и там цветочки мне любушка когда-нибудь не знаю эти жизнь такое дело может быть когда-нибудь вам в живую сыграю эту мелодию а кто знает мы же не знаем ничего к я когда мне было 22 даже там за за 20 лет вы думаете я когда-нибудь думала что я окажусь в канаде нет не думала никогда а видите как жизнь а мама моя в 70 лет в 70 и еще прожила двадцать шесть двадцать семь лет ну 69 она уехала никогда не знаешь что кто со мной делает масочку видите она просто моментально хватается сейчас еще успею может быть парочку прочитать девочки кого не почитала кого не назвала не обижайтесь вы у меня все самые самые лучшие самые хорошие все очень приятно написали вот оксана мне пишет раз за нас вашей фигурой можно все фигуру сделала я вам говорю дну была у меня фигура да он была фигура у меня но такая как сейчас я которая вообще к спорту не имею никакого отношения знаете кто раньше занимался спортом мышцы имеют память и еще как-то с возрастом держится у меня нет я не занималась спортом я не спортивная была и то что я сейчас имею это я только сделала своими руками вот то что я поднимала эти руки это я только сделала я сама поэтому это такая приятнейшая я когда начинала даже в голове себе представить не могла я я на сама наслаждаюсь состоянием своего тела я сама наслаждаюсь я не знаю в моем возрасте 62 62 года мне как других я не знаю но но само состояние это только я сделала своими руками то что я поднимала руки и и фигура думаю да у меня были формы то поверьте даже ну я не знаю я там в молодости и все худенькие все хорошенькие что я даже не даже не хочу сравнивать там в молодости все молодости хорошенькие но как сейчас просто делайте вообще не сомневайтесь делайте это упражнение вот знаете это слово которое я не люблю оно такое некрасивое но она только она сюда подходит тупо поднимать руки даже если вы больше ничего делать не будете не приседания не наклоны не просто стоять руки все ты как вы знаете как ты как натянутая струна все везде хочешь не хочешь она все напрягается и вот здесь вот ручки подтягиваются и шейка и и в талии из боков и спинка и все абсолютно работает так что не сомневайтесь кто делает это упражнение делайте делайте я думаю до конца дней его делать надо до конца дней вот при всем что смотрю есть ухоженные женщинки хорошенькие есть худенькие к так 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 но есть но если на по походке видно что это возраст а паху а походка это то что чуть-чуть ты как чуть-чуть ты подсутуливаешься когда ты делаешь это упражнение ты не можешь сутулить ты не можешь я вам говорю когда начинаешь делать это упражнение ты не можешь спать на боку вот тебе хочется ровно лечь не можешь во сне даже я я во сне даже не могу повернуться на бу ни на какой бог никакую другую позу как только ровно потому что вот именно вот хочется прям чтобы тебя ровно все было поэтому до конца буду делать вот у меня в декабре я сейчас чуть чуть попозже и еще раз делаю этот комплекс отмечу десятилетия что я 10 лет как я его делаю потрясающий конечно результаты так что оксана спасибо моя хорошая это вот фигура которую просто своими руками слепила вот сидит с сидит а может быть я неправильно произношу ваше имя извините так так тоже такой приятный комментарий дорогая розанна обожаю вас жду ваши видео доверяю вам пускаю сердце обнимаю вас какие слова теплые какие слова близкие спасибо за такое за такие теплые слова спасибо большое не на то за на полностью согласна с вами жить надо с аппетитом просто роскошно сказано жить с аппетитом смотрите как вот это место так стягивает хорошо сейчас пойду смываться девочки цветла светлана виде ничего пишет дорогая розаночка благодарю обнимаю уважают теплый взаимный приветик и я хочу и я все хочу имени мне все нужно всегда с этими пожеланиями по этим желаниям понимаю что живую хочу жить сегодня познакомилась с чудесным и сердечки конечно умница все надо правильно я когда захожу что какая думаю мне все надо все хочу пусть я не куплю пусть мне не подойдет пусть я хочу и вы знаете чем ты больше себе говоришь ты больше в себе впускаешь не так что ничего хорошего в магазине нет мне ничего не подходит цвета какие-то вот ты такое ходишь а когда ты заходишь и говоришь все красиво и все мне нравится все хочу это какой цвет какой хороший и этот нас и вот я сегодня где это платье имею там какие были светерочки цвета да вы знаете зеленый цвет я очень удивлена зеленый цвет в этом году как-то в теме я зашла много зеленого сумок зеленых обуви зеленой сапоги зеленые сумки зеленые лак зеленый какие-то шапочки зеленые светят такие просто зеленого и он знаете зеленый в разных вариациях зеленый как молодая трава зеленый такой насыщенный зеленый как 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 бутылочный такой знаете цвет зеленый как в в лимонный чуть-чуть вот я там один светерок присмотрела только из-за из-за цвета знаете такой лимонный и у меня когда-то такой цвет был такой зеленый в лимонный какой-то такой как-то неоновый я куплю его я себе там присмотрела один ну что пойду смываться все мои хорошие 43 минуты что я думала минут 10-15 все побежала смываться бесконечно вас уважаю 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 каждую каждую из вас уважаю жду нет мы ждем мы с мишкой ждем мы с мишкой ждем от вас лайки такие же душевные лайки спасибо мои хорошие обнимаю и побежала смываться обнимаю вас